Добро пожаловать в Казахстан! Добрый день, дорогие ребята! Начинаем урок физики в седьмом классе. Меня зовут Шатько Наталья Ивановна. Тема нашего урока – график равномерного прямолинейного движения. К концу урока вы сможете дать характеристику движения по графику, построить график зависимости координаты от времени равномерного прямолинейного движения, определять по графику модуль перемещения и модуль скорости тела. Вы знаете, какими способами можно систематизировать информацию об эксперименте. Один из таких способов называется таблица. Таблица экспериментальных данных. Рассмотрим равномерное прямолинейное движение автомобиля. Направление скорости совпадает с направлением числовой оси Х. Единица измерения – километр. Равномерное прямолинейное движение – это движение, при котором тело за любые равные промежутки времени Проходят равные перемещения. Первая строка нашей таблицы – время. Единица измерения – час. Вторая – координата. Единица измерения – километр. Третья строка таблицы – проекция перемещения в километрах. Находим как разность конечной координаты и начальной координаты. Итак, время – ноль. В этот момент времени координата автомобиля – ноль. Проекция перемещения – ноль. Вторая точка. Время – один час. Координата – сто километров. Находим проекцию перемещения. Сто минус ноль – сто. Проекция перемещения – сто километров. Третья точка. Время – два часа. Координата – двести километров. Находим проекцию перемещения. 200 минус 0 равно 200. Записываем значение в таблицу. Четвертая координата. Время 3 часа. Координата 300 километров. Находим проекцию перемещения. 300 километров минус 0 равно 300 километров. Пользуясь сведениями таблицы, попробуйте предсказать, какой будет координата тела в момент времени 0,5 часа. Рассматривая таблицу, мы замечаем, что это середина интервала от 0 до часа. Середина 0,5. Следовательно, предполагаем, что это координата 50 километров. А через 1,5 часа такая координата будет 150 километров. Какой будет проекция перемещения автомобиля через 2,5 часа? Пользуясь таблицей, мы предполагаем, что координата автомобиля через 2,5 часа будет 250 километров. Находим проекцию перемещения. 250 километров минус 0. Перемещение равно 250 километров. Сведения из таблицы можно представить в другом удобном виде, в виде графика. Координата движущегося тела зависит от времени движения. Изобразим две взаимоперпендикулярные оси. Одну расположим горизонтально, другую вертикально. Ось координат вертикальная, горизонтальная ось времени. На пересечении двух осей, начало координат точка 0. Ось координат обозначается х. Единица измерения записывается через запятую, километр. Ось времени обозначается t. Единица измерения через запятую час. Масштаб по осям выберем так, чтобы удобно было откладывать информацию с таблицы. Единичный отрезок по оси времени выберем 1. Единичный отрезок по оси координаты выберем 100. Нанесем числовые значения. Нанесем на плоскость точки, пользуясь данными таблицами. Первая точка, время 0, координата 0. Это начало координат. Вторая точка, время 1 час, координата 100 километров. Третья точка, время 2 часа, координата 200 километров. Четвертая точка, время 3 часа, координата 300 километров. На графике появились экспериментальные точки. Соединив экспериментальные точки между собой, мы получим прямую линию. Эта линия называется графическим представлением табличных данных или просто графиком, выражающим зависимость координаты тела от времени его движения. График зависимости координаты от времени, коротко это можно записать, так x от t. Найдите на графике неэкспериментальную точку, она отмечена черным цветом. В какой момент времени тело находится в данном месте дороги? Опускаем перпендикуляры от точки на числовые оси. Видим, что попадает перпендикуляр на числовой оси времени на середину отрезка от единицы до двух, то есть полтора часа. Перпендикуляр на оси координат попадает точку 150 км. Можно ли по графику предсказать, какой будет координата тела через 5 часов после начала движения? Вы видите, что эта точка выходит за пределы нашего графика. Мы не можем сказать по данному графику, какой будет координата тела через 5 часов от начала движения. Помним, что координату тела найти в любой момент времени мы можем, используя закон равномерного прямолинейного движения. Если движение равномерное, то проекция перемещения равна произведению проекции скорости на время. Проекция скорости равна отношению проекции перемещения ко времени. Рассмотрим график проекции перемещения от времени. Единица измерения времени секунды, проекция перемещения метра. Выберем точку четвертую, время 30 секунд, проекция перемещения 60 метров. Запишем дано найти проекцию скорости. Решение. Записываем основную формулу. Проекция скорости равна отношению проекцию перемещения ко времени. Подставляем численные данные. Числители 60, знаменатели 30. 60 метров делить на 30 секунд равно 2 метра в секунду. Попробуйте взять другую точку, например, третью. Подставьте численные значения. В числителе 40 метров, в знаменателе 20 секунд. 40 делить на 20 будет 2 метра в секунду. Значение вы получите то же самое. Ответ задачи, проекция скорости равна 2 метра в секунду. Вывод. Можно рассчитать скорость по данным графикам sx от t, если движение тела равномерное прямолинейное. Проверьте себя. При равномерном прямолинейном движении скорость тела не меняется. Направление числовой оси показывает, в какую сторону увеличивается величина координаты или времени. График прямолинейного равномерного движения x от t представляет собой прямую. График равномерного прямолинейного движения позволяет определить модуль перемещения тела к любому моменту времени. При равномерном прямолинейном движении зависимость координата от времени обратно пропорциональна. Внимание! Ответы! Дорогие ребята, вы научились давать характеристику движения по графику. Построить можете график в зависимости координаты от времени равномерного прямолинейного движения. Определять по графику модуль перемещения и модуль скорости. Оцените, достигнуты ли цели урока и в соответствии с этим отметьте свое эмоциональное состояние. Спасибо за внимание! Успехов в учебе! С вами была я, Шатько Наталья Ивановна. Субтитры создавал DimaTorzok